Добрый день, дорогие подписчики! Попрошу вас поставить лайк и подписаться. Тайный шоу-бизнес, канал о звездах и шоу-бизнесе. Каждый день только лучшие новости. Бывшие супруги в качестве направления для отдыха выбрали Италию. Сейчас поклонники гадают, какие отношения сейчас связывают Собчак и Виторгана. Светская львица Ксения Собчак отметила 40-летний юбилей в Италии, куда она отправилась, чтобы сбежать от коронавирусных ограничений в Москве. По признанию блондинки в шоколаде, она решительно не хочет сидеть на карантине и не готова страдать из-за несознательных граждан, которые не хотят прививаться от COVID-19. Сама Ксения Анатольевна уже ввела две разные сыворотки – российскую «Спутник Ви» и заграничную «Джонсон Амперсанд Джонсон». Она сделала это не только, чтобы чувствовать себя защищенной, но и для поездок по Европе. К слову, Италию в качестве направления для отдыха выбрала не только Ксения Собчак, но и ее бывший супруг Максим Виторган. Вместе с нынешней возлюбленной Нино Нинидзе он отправился в Тоскану, регион в центральной части страны, который считают местом возникновения итальянского Ренессанса. Накануне Нинидзе разместила снимки, на которых она позирует в обнимку с Виторганом. Подобное любопытное совпадение времени визита в Италию Собчак и Виторгана не ускользнуло от внимания поклонников. Прошли времена, когда в Европе безвылазно сидели все отечественные знаменитости. Сейчас на фоне всех коронавирусных ограничений и запрета на въезд, российские селебрити ездят в Европу, тем более закрытую для простых людей Италию, значительно реже. Стоит отметить, что на прошлой неделе создатели одного из самых скандальных российских шоу «Дом-2», Валерий Комиссаров, Предрек, Развод, Собчак и Богомолова. Сейчас поклонники высказывают различные версии по поводу случившегося и гадают, действительно ли визит бывших супругов в одну страну был простым совпадением. Спасибо за просмотр! Поставьте лайк и подпишитесь!